Продолжение следует... 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 Анастасия Стогу под номером 21 и замыкает список Венеры Шабаева под номером 25. Вот такими составами решения представлены команды. И две минуты уже у нас пришел в футбол. Сегодня команда Марусь играет в Мариюшку. Постольку поступил софт, игровые цвета у Дмитрова. Командо Василий Ивановский принял решение, чтобы девушки надели манишки. И поэтому сегодня в манишках выступает дубль команды Марусь. А в красных цветах будет сегодня действовать команда Торонто. С большим остервенением я даже спрашивал у Андрея Жаркова и Рамзана Татуева. Сейчас ясно название команды Торонто. И пытался там увидеть НХЛ-овские какие-то ноты. И, безусловно, мы очень хорошо знаем НХЛ. Несмотря на то, что не показывает у нас великанскую шайбу. Тем не менее, мы любим и помним команду Торонто. Роман, ты где? Роман, ты где? Роман! Кодавскую команду из НХЛ, ведущую команду. Но, увы, Андрей Жарков и Рамзан Татуев не сказали, что есть аналогия с хоккейным клубом. Тем не менее, название очень звонкое, очень громкое. И сегодня Торонто будет, безусловно, претендовать на победу в этом матче. А дубль команды Марусь, усиленный, будет в этом им плетить. Смотрите, какой обыгрыш. Опасный момент, нужно забивать удар. Ой, какой хороший удар. Опасный момент возник. И прекрасно сейчас, прекрасно себя проявляет вратарь команды Марусь, Виктория Небедева. У нас буквально спасается команда. И мы смотрим, что увидим, что команда Торонто в первом номере начинает игру. Вась, замена, Вась! Для того, чтобы обозначить свое превосходство на поле, игровой рисунок будет выстраиваться, похоже, в том русле, что команда Торонто сегодня будет преобладать на поле. Посмотрим, что противопоставит им Белозеровце, если посмотрите, что сказать. Екатерина Белозерева сегодня много информации мне перед матчем дала, касательно команды. Вперед, вперед, мать! Очень серьезно она готовилась к этой встрече. Понятно, что высокая очень ставка была для игры. Поскольку разыгрывали с этой медали. Давай, давай, бег отработай! Подсказ от Адуи Жаркова и Рамзана Татуру из гровки. Торото доминирует. Хороший дриблинг. Передача направо. Можно верить в бар. Погнали, только не боли. Свою полузащитника. Сегодня, спросите меня в эфире, я буду путаться. Игровые позиции игроков. Футболисты не склоняются. То есть, расчистит полузащитник и нападающий. Спросите меня, я буду путаться. Вынуждена. Такова ситуация. Перед вечером сразу, блядь. Неверо. Это Кирингочарова сейчас, похоже, прорывалась по флангу. Вот, конечно, Василий Никимовский усложнил мне задачу, надев эти манишки. Тем не менее, нужно как-то справляться с этим. Похоже, что я ошибся. Это не Евгения Гичарова прорывалась по флангу, а это была Мария Пугачева. Вот такое было выступление. Пугачевский решительно решительно заелую флангу сделала Маша Трохоз. Но защита Торонто действует сегодня надежно. Но здорово действует защитник команды Марусь в защите в обороне, простите за тавтологию. Вот борьба в центре поля, скидка. Ксения Якубова заметно на игровом поле. Сейчас получает удар по ногам. Да, друзья, увы, женская печаль еще. Пока печаль еще. Смотря как девушка страдает, получив по ногам, но это футбол. И раз у женщины приходят такую серьезную борьбу, серьезную игру, то полной безусловно будет присутствовать. Будет боль, будет борьба, будет преодоление и противостояние. Итак, первый угловой в нашем матче готовится сейчас подача. на Торото подача. Давай, давай, давай. Действует здорово. Выносит уже разряжать обстановку по коже. И от подбора от их не готова выигрыш. Здорово, здорово. Сейчас действует команда Торото в отборе, но мяч опущен вниз. Атака по правую флангу. Такой подкат. И вот Кристина Красавкина сейчас извините, Красавина, Кристина Красавина здорово действовала сейчас в этом эпизоде. Да, вот и первый подкат в женском футболе мы с вами увидели. И первый фолк, и первый подкат. Все когда-то происходит впервые для нас, для мужчин, которые сегодня смотрят женский футбол и комментируют его более того. Опасный штрафной сейчас у команды Торонто, которая является лидером этого матча. Тем не менее, Марусь будет это опровергать. И удар с правой ноги со Шриды сейчас пытается исполнить. Девушка из команды Марусь сейчас я не подготовлен настолько, чтобы знать игроков по номерам, но вот видите, нет номеров. Очень спокойно. Сам, сам, боч, да. Идут коллег просить помощи для того, что у нас автомина. Играй! Опасный сейчас момент. Такая хорошая подача сейчас была на дальнюю штангу. И, казалось бы, мяч уже был в воротах, но буквально считанные сантиметры сейчас разделяют команду Марусь от фола. Это была, конечно же, Мария Кугачева, которая выделяется в команде Марусь сегодня. Смотрите, какой подсказ. Я буду выяснять фамилию этой девушки, потому что, смотрите, как она действует грамотно. так же так-то, блин. Ящик посередине вниз, отыгрался его партнер ворот, смотри, сейчас идет в отбор и зарабатывает фолк для своей команды. Вот, не любим мы, конечно, губного, хотя кто-то любит губного, кто-то не любит губного. Мнения здесь разделились еще при палеолите, но, тем не менее, касательно техники тактических действий девушки, которого фамилию я буду настоятельно узнавать. Три выполненных технико-тактических действий за минуту положительно для команды. Похоже, что это лидер команды Марусь и она, конечно же, подходит к этому штрафному удару. Играй! Подача! Смотрите, какой классер! Это была не подача, это был удар нацеленный удар в ворота, который... партнер мог замкнуть, но, увы, мяч пролетает рядом. Ну, смотрите, Торота обозначила с первых минут свое доминирование на поле, но команда Марусь не собирается отсидеться в вороне и будет сегодня бороться за золотые медали со всей остеревеленностью, какой-то это может позволить красивый женский организм. Извините, конечно, опологичные сравнения, но сегодня это мой первый опыт Вперед, только вперед! Голоск, голь! И посмотрите, кто подходит в зуду мяча. Вот, обращаюсь через прямой эфир Ефименко. Это Марина Ефименко. Спасибо большое коллегам за помощь. Это Марина Ефименко, которая является лидером команды Марусь. Пяти минут достаточно, чтобы это понять. Смотрите, снова мяч на Ефименко. Не успевает играть. Партнеры опускают мяч вниз. Вратарю нужно разродить ситуацию. Пугачева. Нет. Подбор выигран. Это Александр Кокунова выиграл сейчас подбор и возвращается в оборону. Обыдыш. Нет, не успевает. Субболистка. Мяч в перешел в линию. Первый! Это снова маленький эфименко Пугачева. Да, очень серьезная связка у команды Марусь. Она вырисовывается сразу по первым минутам. Это видно эфименко и Пугачева. Здорово действует. Походу, сегодня с левого фланга в духе Уэльстой команды, где действовал Райан Бикс. Будет сегодня действовать команда Марусь. Это читается. И, конечно же, тренеры Торонто видят, что основная мяч идет Марусь с левого фланга. Да, господи, господи. Наносить штрафной удар, где это будет подача. Нет, все-таки удар туда нацеленный. Мяч иди в девятку перекладина. Да, вот такой вот удар с ласцером. Да, вот смотрите, какое техническим оснащение вам надо делать. Мяч будто бы летит навесом, а потом он гидром спискается вниз. Не часто увидишь в мужском футболе такие стримки, но лидер команды Марусь обладает таким искусством и команда Марусь продолжает надавливать. Касательно фавориты сегодняшней встречи наверное я переборщил. Похоже, что команда Марусь не собирается отсидеться в обороне и действует сейчас первым номером. Пауза сейчас на руку или на ногу команде Торонто неточный пас назад, идет обострение. Да, угловой удар. И конечно же нужно ответить как четко и здорово действует Алла Зайцин в центральной защите команды Торонто. Она выстраивает своих игроков, подсказывает им и видно, что капитанская полномочия сейчас игра рукой была видна. Недовольный в принципе штаб команды Торонто чуть не оговорился Марусь немножко уже даже начал болеть, но такой возможности у меня нет и снова что Марина Ефименко подходит к мячу Марина Ефименко неужели будет пить со своей половины поля. Разбег, удар поворотом и должно только поставить ногу. Как же не поставить сейчас была нога. Всего лишь малость буквально мгновения. Смотрите как в подкате действует Ефименко. Вот это самоотдача. Ничего себе. Вот это да. Марина Ефименко сейчас заряжает своей энергией всю команду. Вы посмотрите какая самоотдача. Сумасшедшая самоотдача. У мужских команд не увидишь такой самоотдачи. но вот Ефименко показывает как нужно действовать в сегодняшнем матче. Торопимся сейчас вести мяч. Это тоже футбольная хитрость поскольку она дает своим партешам немножко прикид в себя перевести дух. Поскольку сейчас реальная была опасность в ворот команды Марусь Торото начинает поджимать. Рукой помогает главное чтобы у нас сегодня холодная погода даже местами виден снег. Но тем не менее мы видим что в порядке в этом эпизоде. И продолжается игра. Задумался я сейчас комментирую эту игру чего же нам не хватает в сегодняшней встрече конечно же голода. Две перекладины уже было Ефимников вот да вот раскусили мы конечно лидеров потихонечку раскусываем у Маруси уже лидеров увидели раскусываем лидеров Торонто ну вот конечно выделяется Ксения Якутова здесь здорово действует ну и конечно же 1 3 Анастасия Тарасова здорово действует безусловно не трогай Вадим Ирина Катая конечно выделяется в атаке команды Торонто как стендерскую штамбу девушки опередены с футбольными терминами идет борьба шиканка такая в стиле йога бонита не удается и уже ситуация обострилась может быть разрядить ее подбором действует команда Марусь отыгрывается назад фейменка дирижер пошла в обыгрыш и сейчас очень острая атака как здорово сейчас как здорово сейчас постраховала выручила буквально Екатерина Белозерова партнера партнера ну да опыт Екатерины Белозеровой призерки чемпионата Европы безусловно сказываются даже в этом матче на простую ситуацию если позволите я бы разобрал этот эпизод отдельно Ефименко обладает очень хорошей техникой и подумала что может обыграть даже в этой ситуации но не прошлась ситуация что в Торонто идет в решительный самотвежный отбор одни 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 но порой она играет защитник пыталась обыграть нападающего и в полицию не везла но Белажеры в этом эпизоде безусловно выручают своего подкора я хочу стрелы критики в единую допускать поскольку она очень сильная выделяется на фоне других одни 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 действует четко смотрите на подката самоотверженных действий здорово как здорово футболист команды это была анастасия петрунина петрунина как самоотверженное действие в обострении и в обострении Смотрим повтор. Смотрим повтор. Халибр подсказывает, что Рамзан будет умер. У Итинка еще гораздо больше людей задействованы в этой игре. Это и резервистки, которые в любой момент могут усилить его. Это и тренерский штаб, административный персонал. Да и вообще все люди, которые сочувствуют и переживают футболисты. Безусловно, не имеют результат. В футболе тоже не было врачей. И вот сейчас в лосках пыталась решить этот эпизод футболистской команды Марусь. Это была... Как же я вижу, но Василия и Кузачева. Это была Марина Кузачева. Вы посмотрите, какой прием, какая техника. Посмотрите, какое владение мячом. Вот как здорово действует футболист Маларуси. Это Марина Кузачева. Решай! 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 Вот сейчас Паскас идет и пытается решить. Справа фланга неплохой удар. Вратарь команды Торонто только со второго раза фиксирует этот удар и вводит его. Этим Плайсом вперед. Но здесь не опасно, поскольку Якименко здесь все контролирует абсолютно. А там еще и Белозерова ей помощь. Полный, тотальный контроль сзади у Маруси. Развивается атака. Плоховат прием, но тем не менее атака вторым темпом. Аут. Да, все-таки аут. Как говорил мой друг, я предчувствую это. Мяч вышел в аут, и Торонто... А посмотрите, Торонто не торопится вводить. Торонто не торопится вводить. Вот это второе, и Ефименко. Ну да, иногда так можно сыграть. Пусть она обострение пыталась сделать футболиста. Марина пыталась сейчас обострить ситуацию. Но силы, конечно же, не запредели. Может быть мы увидим замены. Прием, ищет. Это футбольный сейчас эпизод. Да, дальше действительно действует хорошо. Прямо в огне сейчас Анастасия Петрунина. Здорово действует. Самоотдача просто зашкаливает футболист. Так, вот и Фракот! Пахly сейчас стык. Сейчас, паузу, да... Василий Никимовский разбирается в этом эпизоде. Конечно же, эмоции, адреналин зашкаливает в этом матче. Тем не менее, нужно сейчас остановить игру, чтобы все пришли в себя в порядок. Видим, что повреждений нет никаких. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууу! И у нас уже последняя минута заканчивается тайм, видим все в этом тайме и борьбе. И мы с нетерпением ожидаем второй. Знаешь, кого ты забыл? Ты забыл тренеров Марусь, которые играют за Хортер сейчас на параллельном поле. Играй! Играй, жопа! Может я что пропустил? Я стараюсь на два уха, одно туда, одно сюда. Играй, тоже такой профессиональный момент в том плане, что если я скажу про него, то что я имею в виду. Возникает вопрос. Логично. Назад! Поэтому я об этом молчу. Понимаешь? А про Торонто там надо было спрашивать у Андрея Жаркова, потому что это его название. А второй тренер, он тренировал Динамовку, такая команда, просто они перед этим турниром соединились в одну команду. Поэтому название Торонто это название Жаркова. Это который за транс-хотейлер играет? Нет, нет, нет. Ну вот если ты разговариваешь игра, разговаривал уже с ними или не разговаривал. Можно? О, блин! Холодно! Сейчас. Дай мне время, дай мне слово. Все тут усилили. Давай. Готов? Да, спаси. Мы снова возвращаемся в эфир. У нас финальный матч. Команда Торонто играет с дублем команды Марусь. И если позволите, подкуда есть небольшая пауза, я назову информацию, которую прислали мне любезно Белозерова и Михаил Меркулов о команде Марусь. Команда Марусь по меркам ЛТЛ очень молодой коллектив, поэтому успел дорасти до солидного коллектива. Приняла команда участия в Европе. Барселона 7 на 7. Заливали серебро под руководством Максима Сергеевича Кумульчука, который вообще легендой является. Легендой является футболом. Достойно ощутили участие от соревнований. Проиграв всего лишь в финале, но взяли серебряные медали девочке. Соответственно с командой ЛТЛ участвовали. Ну ладно! На сегодняшний день они в структуре команды Марусь. Имеется основной состав. И будем сегодня принимать участие в финале, который мы с вами, дорогие друзья, наблюдаем. Но увы, не имеет возможности выйти в ближайшую еду. Но в жизни в этой медали имеет возможность вполне. Еще одним финалистом первого дивизиона осеннего сезона «Откраса для женщин» стала команда «Коронто». Это одна из первых участниц турнира. Команда неоднократно была лидером турнира этого. При том, что участвовал коллектив в Канадке, если позволите, в высшем дивизионе. В этом сезоне честь игр выиграла в ничью. Всего лишь одно поражение потерпело. И закономерно ожидаемо вышли в команду. По словам руководства команды, мы называли сегодня тренеров, у команды новый курс, новый состав, новые тактические решения. Поиграться к дублю Южного порта в начале сезона, в августе это случилось. Я готовился к матчу. Назад, назад! Вышел в финал. Всего лишь одна ничья и одно поражение. Вот страсти у нас разгораются. Если позволите, я со следующей паузы статистическую информацию вам назову. Поскольку нужно отметить футбол. Команда уже вышла на второй тайм. И Торонто, похоже, собирается доминировать. Вот сейчас нужно спокойно действовать. Сейчас нужно смотреть прием грузью. Да, вот извините за такое. Но если вы пришли в футбол, то здесь они должны играть в частности грузью тоже. Так, прорыв по центру. Убегай! 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 Опасная атака. Нарусь можно пештыка в дальний угол было забивать. Сейчас здорово действует. Это была Мария Пугачева. Вот пугачевские вот эти пугачевские романтики. Сейчас будто бы ядром зарядили нас тут. В нашу мавзолеевую здесь расстановку. Мы с поля перейтируем. Работает здесь все. Попав на четвертый, нужно забивать. Бей! Вторым тэпом. Гол! Атака завержается голом. И это Пугачева. Кто же еще? Конечно, Пугачев. Да! Да, исторические ноты не оставляют нас. Это будто бы капитанская дочка какая-то. Если она мне позволит такое сравнение с этой знаменитой исторической фамилией. Но вот, да, атака завершается взятием ворот. Эмоции у меня переполняют. Пугачева открывает счет с этой встречи. И команда Торонто выглядит сейчас немного растеряно. Все, Артем на место, Артем на место. Мария Пугачева. Делается автором первого взятия. В этом важнейшем финальном матче. Артем! За мир! На победу в этой игре. Моментов не так много мы видим, несмотря на две прикладины. Опаснейших эпизодов было не так много в первом тайме. И вот стопроцентный эпизод заканчивается стопроцентным взятием. Мария Пугачева открывает счет сегодняшней встречи. Белозеров и Ефименко вообще здесь все бронируют сзади. Посмотрите, как кто-то знакомит сейчас Ефименко. Двой, Женя, двой! Первый вперед! Давай еще! Еще 16 минут. Давай! Давай! Там! 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 Я мечтал увидеть номер региона, но, видимо, открылся при стирке. Тем не менее, мы уже знаем эту позицию, она будет пробивать, конечно, поворотом. Удар, удар, поставляет, и буквально считанные сантиметры сейчас отделяет Марусь от второго. Опаснейший эпизод. Такие классические удары. Здорово, здорово! Свои. Смотрите, она будто бы в обрамотелась. Готовился, пытался готовиться к женскому футболу. Бразильянку, американку увидел, с волнением уже забыл их фамилии. Но опасный удар, створ! Можно набивать! Еще удар! Садись сразу ниже! Команда Марусь явно доминирует. Это невооруженным взглядом видно, что команда сейчас доминирует по поле. И ехает первым номером. Вот хотел я сравнение с женскими футболистами произвести. Ну уж простите меня и не судите строго. Не запомнил я этих футболистов. Кому же они были нападающими? Ну, с Флотером Матеосом я хотел сравнить с Мариной Ефименко. Насколько она хладнокровна и четко действует. Давай, АТО, давай, побег! Принял, вцепись! Да, да, да! Вцепись у нее, вы слышите, подсказ с кровки. О, блядь! Прием на грудь. Скидка сейчас будет. Есть это оборожь, какой финт сейчас заложила. Подача надави штангу и сейчас просто как сейчас не замыкает. Так сейчас не замыкает нападающий команды Торонто, действующий под 11 номером. Вниматель, вон от ушел! Вниматель, вон от ушел! Нету. Как же быть? Как же быть? Это вопрос, наверное, от администратора команды Торонто. И вот вилос. Ближе, ближе к ней! Сейчас вы можете в эфире подсказ, который присутствует Сторона обеих команд, Торонто начинает злиться, начинает атаковать Смотрите, какого обыгрыша Здорово, но этот футболист ухочет Это была Настя Тарасова, здорово прорвала коленую флангу Но вдвоем смогли Мааруси Вы видели это с кем? Атака захлёбывается, нужно положать слева И потеря мяча Мааруси, сейчас нужно передышку Но нет, азарт девушкой зашкаливает Они хотят упрощить его преимущество Но все-таки пауза невынужденно возникает На первое поле улетел, на первом поле играет Портер И Максим Сергеевич Кувальчук Тренер команды присутствует там Возможно, даже он является автором забитого мяча Я не видел, увы, не видел этого эпизода По-прежнему доминирует в сегодняшнем матче Снова обыгрыш Ефименко не обыграешь С Ефименко нужно отыграться в пас Опасная атака, можно пробивать Ефименко в подкате не успевает Удат по воротам! Хороший удар защитник заблокировала Этот эпизод Ефименко сейчас напихала Если позволите Своей партнерше Побачева напихала Ничего себе! Даже лидеры получают порцию критики От Ефименко И Ефименко здесь король воздуха Разбежается Ситуация, можно передохнуть Торопится Торопится, торопится Команда Торонто Это Анастасия Калачева Сейчас вводит из аута Вперед вводит Нужно опустить вниз Нет Да, да, да Вот сейчас вниз Нужно опустить Идет обострение на левый фланг Обыгрыш сужает уже Ползащитник команды Торонто Это Кристина Махаленко была И опасную тозератаку пропускает Торонто Нет, здорово Здорово действует сейчас Алла Зайцева Алла Зайцева сейчас читает эту передачу И снова атака по левому флангу Как я и говорил То, что команда Торонто Явно действует через левую фланг Здесь, конечно же, выделяется Игрок этой команды Это Кристина Махаленко Очень здорово действует С левого фланга Вот сейчас расстановка Все игроки Кроме девятого номера Оставы 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 Девочки И еще одна перекладина Да Торонто Продолжает сейчас нагнетать Продолжает давление И команда Торонто сейчас близкает к мячу Забыкому мячу Обвиняйте меня в том, что я каркаю Или ведь там кому-то на самом деле Видно по игровому рисунку Что команда Торонто начинает давить Чувствует Чувствует Эти вибрация команды Это Лена Шарикова Быстро вводит мяч Развивает атаку своей команды Сейчас Видите Немудуство Идет Вынос вперед Половина тайма у нас Сыверна Вторая тайма Сыверна Да Даже больше Сейчас Твой коллега мне подсказывает Ярослав Ханисеев Что Здесь тайм Длится не 30 минут А 25 Руководители РФЛ Лояльнее Описались к девушкам И дали Поделить Чуть меньше сыграть Но Тем не менее 10 минут Это достаточно Большой срок для того Чтобы Большой Для команды Марусь И малый Для команды Торонто Поскольку Марусь сейчас Выиграет А Торонто Стремится Отыграться Во что это не стало Тем не менее Команда Марусь Пугачева Силу на исходе Второй тренд Белозерова Здорово действует Да Настолько Здорово действует Белозерова Что Защита команды Торонто Просто Разгрыняет ситуацию Простите меня за аддикцию Здесь Немножко Морозно На Седмушном парке Это была Карина Дяки Насколько я вижу По игровому Иди в него Почему то Она обозначена Вратарем Дэн Возможно Это ошибка Но Я руководствуюсь Протоколом Не судите строго Белозерова Вперед Собирая Там Умница 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 Да Подсказка Подпадривание Психологическое преимущество Явно на стороне команды Марусь Сейчас в эти минуты Наталья Манцева Сейчас здорово боролась за мяч Вообще Она очень сейчас выделяется На втором тайме Ефименко Просто Просто Королем Можно пробить Можно пробить Да Почему нет Футболист Такого уровня Может принимать такие решения Безусловно Ефименко Уделяется Среди двух коллективов Наверное Сейчас претендует На игрока матча И смотрите Не уходит назад А показывает Что подача Верхняя должна сейчас состояться На дальнюю штангу И Буквально Чуть-чуть роста Может быть Или Не хватает Синий Мердонян Пугачева Белозерова Здорово действует Тороса Подбирает мяч Нега 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 Левый флаг Снова Тороса подключает Раскатка слева Подкате может быть стоило сейчас сыграть Нет Опасность продолжается Расскатка Расскатка Ну и всё Аллы Зайцы Может действует спокойно Какая хорошая Точная передача В центральную линию На обостревение Сейчас Пытаются играть Защитники Перехватывают Видит её Мышмель Потому что она Пыталась Достутить Прочитала снова Так Летиненко И Делозерова Это Какие-то Сывошки Видно, что выделяется Миша, Миша, что ты с кем-то разговариваешь? Берет паузу для передышки Вместо нее выходит другая футболистка Это Эльвира Гудаева Андрюх! Аль, встаньте перед ним, вратарев! Будет уносить удар, скорее всего Удар по воротам Чуть выше Да, встаньте перед ним! Поскольку на тренировке видно, что она работает с этим эпизодом И с этим моментом Здесь, увы, силы не беспредельные Может быть, заканчиваются они Мышцы переднего бедра Тем не менее, игра продолжается И Торонто сейчас будет Смотрите, вот смотрите Да, я выделял его защиту Он защиту Хорош, хорош, хорош Это вот Эти пусины Макаренко Смотрите, у нас все стандарты Делают И смотрите, правая нога у нее такая же хорошая, как и левая. С правой ноги сейчас делает подачу на дальнюю штангу. И Ефимукова, я не знаю, как возможно вообще ее обыграть, как было возможно вообще клинит. Футбол уже это играет хитрости, но Ефимуков не пытается ни на какие хитрости. Кате Белозерову хорошее подспорье для изучего игрока команды Марусь. Передача в центральную зону. Идет передача на обострение, но нет, не совсем понятен этот пас, который делает Настя Тарасова и свою партнершу. Он 11 номер, но вот, извините, не могу я назвать фамилию этой футболистки, поскольку в протоколе она не обозначена. Макрол урок отбека команды Таран. Очень замечательно и штрафный удар, очень важный штрафный удар для своей команды. Зарабатывает Настя Тарасова. Очень активно она действует, своей белокурой прической, красивой. Она, конечно, завораживает сердца зрителей сегодняшнего матча. Я говорю не только о внешности, но и об ее, конечно, игровых действиях. Вы смотрите сейчас, как Алла Зайцева. Какую сейчас стелу спинт, штрафную площадку. Похоже, что рассчитывает на подачу головой. Нет, на подборе она встала. Зайцева, конечно, много неудобств сейчас доставляла для батарея команда «Марусь». Она разверлась в этой ситуации. И контрольный сейчас новую команду «Марусь». Торонто пытается выйти в атаку. Нет, не удается. Сейчас торопится, торопится вратарь команды Торонто. Елена Жарикова. Входит не точно. Борьба. Смотрите, какой обыгрыш. Вот это финт. Вы видели этот финт? Этот финт не повторить. Прекрасная игра сейчас технические данные. По правому флангу нужно сохранить мяч. Мяч сохранен, да. Но, тем не менее, распевает силы на исходе. Как ни старалась Ксения Орданян сохранить этот мяч. Тем не менее, подача пошла слишком сильная. И трудно бы ей справиться с этой подачей. Точнее, да, и замену, конечно. Да, действует просто силы на исходе. Посмотрим эту замену. Вперед! Анастасия Петрунина возвращается на поле. Говорю нахрен! Лево, лево, лево! 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 Рассчитывая на леповые подачи, похоже. Команда Марусь, введя в счете, может позволить себе такую тактику. Добить! Не торопится. Не торопится. Не торопится любить бумагу на лево. Когда Марина Ефименко, конечно же, мы узнаем ее без номеров. Подача на высшую подкоршую, которая свежа. Потеря мяча. Команда Таронко торопится ввести. Команда Марусь и нужно завязать снурки. Да, завязывают снурки. Сейчас нибористка торопится. Это Марина Тарасова. Здесь смены лидер своей команды. Не требует замен. Смотрите, как здорово сейчас в отборе действует. Это Ксения Эрдонян сейчас здорово действует в отборе. Бывает, что ценой повреждений сейчас выгрызает мяч для своей команды. Но остается мужественно, если вы позволите, на поле. Женственно остается. Смотрите, какая техника. Вот технику этой футболистской я не могу не отметить. Это Ксения Эрдонян. Уже в очередной раз здесь удивляет нас своими финтами в центре поля. И у нас остается 6 минут. 6 минут этого матча. Этого, я бы сказал, интенсивного, напряженного матча. Как каждый финал. Мы часто обсуждаем, смотря ребят футбол. Сейчас после подачи углового команды Торонто. Пытаюсь развить свои мысли. После углового. Смотрите, как нужно вернуться. Сейчас, конечно же, опасная ситуация будет возникать. Но команда Маорусь в штрафной площади Торонто подает. Можно было сейчас пытаться пробить с правой ноги. Но вот клауза. Сейчас мы с футбольными друзьями обсуждаем финалы. Они не выходят такими зрелищными с массой головок и так далее. Потому что финал это... Понимаете, какая цена в финале. Ты можешь выиграть все, стать лучшим. Для результата девушки сделают все. Сегодняшний матч и Маорусь сейчас пытается сделать этот результат. Такое решение принимает футболистская команда Маорусь. Учащим замену. Это Анастасия Петрунина. Они говорят, что они выручили на поле. Основная футболистская команда. Такое решение принимает ударить с этого слова. Это восхитительная техника. Ксения Якубова. Техническое оснащение этой футболистки заслуживает отдельного рассказа. Но рассказывать об этом некуда, покуда Торонто продолжает нагнетать. Да. И неужели мы карточку увидим в этом матче. Таков накал страстей, что в женском футболе тоже присутствует такая борьба. И... Наверное, не груди все-таки, а... ...самроверживая футболистская команда Маорусь. Подача! Да. Да. Все-таки давление команды Торонто выглядело очевидным. И оно заканчивается взятием воров. 1-1 в нашем матче. Дормально, девочки, давай! Как и старалась сейчас Марина Ефименко спасти команду, мяч пошел по такой траектории, что удар в верхний угол. И команда Торонто сравнивает счет. 1-1 в нашем матче. И... И...